Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь мне бы хотелось обратить, наверное, ваше внимание на, как мне кажется, противоречия. Вы говорите, что боль в плече психосоматическая, связанная с тем, что большая тревога и переживания. Далее вы пишете, как уменьшить или убрать эту боль, в целом все хорошо, только временные жизненные трудности и передрага. Знаете, жизненные трудности и передрага бывают у всех, но далеко не у всех они, эти трудности и передрага, вызывают прозрачную боль в плече. Давайте вот как-то мы с вами условимся, договоримся, что ваша ситуация, она не совсем обычная. Потому что, потому что вы правы, что действительно в жизни часто бывают и передраги и трудности, это абсолютно норма, но вы на это реагируете большой тревогой и большим переживанием. И это говорит долбом, что вас это выдевает сильнее, чем если бы это были обычные переживания и тревог. Поэтому, 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 важно понять, чем вас это так сильно выдевает. Чем вас это так сильно беспокоит? Почему вас это так сильно привозит? Тревожит. Тревожит настолько сильно, что увы, но даже чувствуется боль в плечах, допустим. Тревожит. Да? Это очень важный момент. Да, вообще, теперь. по поводу того, чтобы убрать боль или уменьшить, убрав или уменьшив боль, вы перестанете осознавать, что с вами что-то происходит, вы перестанете чувствовать себя, вы перестанете чувствовать, что что-то не так. И здесь я вижу, что вместо того, чтобы задуматься над своими реакциями, которые у вас имеют место быть. Ну, почему, вот, временные жизненные трудности и передраги вызывают у меня большую тревогу и переживания? И, может быть, я чрезмерно на это реагирую? А, может быть, есть что-то еще, помимо жизненных трудностей и передраги, на что я реагирую более, так сказать, более серьезно, может быть, более болезненно или более чувствительно. Понимаете, какая штука? То есть, вместо того, чтобы задать себе эти вопросы, вы хотите убрать боль. Не решить проблему вашего отношения к этому, к тому, что вот происходит с вами. Убрать боль. И все. По сути, это, вот, знаете, как, что-то, что-то вроде, ну, что-то вроде наркотика. То есть, вот, знаете, как, чтобы боль ушла, ушла, да, чтобы там боли не было, и, 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 и боли нет, и я, грубо говоря, что-то вроде бы не было бы, свободно, например, ну, например, даже говорю прямо вот, что вот, что это прямо 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 прямо. Вот, но очень на это, как мне кажется, похоже. По крайней мере для меня это выглядит вот немножечко в таком ключе, я не претендую на истину, ни в коем случае здесь, просто хочу, чтобы вы обратили на это внимание на свои, благо это, как мне кажется, важно, вот. Собственно, вот такой ответ я могу вам дать с точки зрения психотерапии, соответственно, когда вы перестанетесь тревожиться, когда я еду, вы перестанетесь тревожиться, то все пойдет на побратку и боль, если это боль действительно соматическая, соматическая, то значит, она ищет, она ищет. Вот. А вот то, что я могу сказать вам. Если же, если же вы избавитесь от боли, вот, то проблема проявит себя где-то в другом месте, вот, и вам придется снова решать, как какие-то трудности опять что-то преодолевать. Поэтому лучше не создавать себе, ну, значит, лишних проблем, вот, и разобраться в себе, вот, понимаете. Вот такой ответ я мог бы вам дать с точки зрения психотерапии. Вот. Это, наверное, все пока что. Я думаю, что этого достаточно. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я надеюсь, что, ну, дал вам пищу для размышлений. Вот. Мне кажется, вам надо бы немножко честнее в себе быть. Вот. Тогда, ну, возможно, возможно, многие вещи решатся самим собой. Есть у меня ощущение такое, что вы себя обманываете. Вот. Ну, есть у меня такое, есть у меня такое вот чувство. Я думаю, что вам так или иначе нужно рассмотреть потом. Ну, это возможно. Это, это, наверное, для себя. Если не можете сами, то психотерапевт вам сможет помочь. Вот. Вот. Так, вот. Я думаю, мы можем ответить. Постарайтесь сформулировать обратную связь. Ну, как бы, в ответ, да, на то, что я вам ответил или то, что и так далее. Другие коллеги вам ответили написали и так далее. Вот. Значит, постарайтесь. Постарайтесь сформулировать обратную связь. Вот. Вот. И, соответственно, пусть она, это самая обратная связь, станет начало, начало такой, знаете, трудотворной работы ответа вместе с психологом и вами на стену, чтобы действительно повысить качество вашей жизни. Вот. Я думаю, что вы вполне можете это, хотя бы такую возможность рассмотрать. В этом все. Я надеюсь, что вы не оставите это так. То есть я надеюсь, что вы все-таки, ну, решите что-то делать. Вот. Ну, я желаю вам удачи. Всего самого доброго. Будем на связи.